Это было невероятно гармонично и бесконечно трогательно. Такую рецензию от жюри получила в прошлый раз пара, которая сейчас выйдет на лёд. Перед ними стоит непростая задача – закрепить свой успех. И кто знает, может быть, именно они поднимутся на первую строчку турнирной таблицы или станут победителями зрительского голосования. Мы решили поменять не чуть-чуть и кардинальные свои образы и взяли фильм, такой фильм-спектакль «Слава Полонина» «Снежное шоу 3D». Образ клоуна – это не так тяп-ляп. Это мастерство, которое оттачивается годами, мы пытаемся собрать эти образы за неделю, сделать их ёмкими, глубокими, неповерхностными, чтобы эти образы цепляли. Мне кажется, клоуна – это очень сложно, очень ответственно. И не так это весело. Весело должно быть на представлении, на показе нашего. А делать это очень сложно. Спасибо. КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Но мы своими чувствами ориентируемся на то, что вы нам показываете. И это мастерство. А вам, уважаемые телезрители, я хочу напомнить, что в конце сегодняшней программы мы узнаем имена двух пар. Победителей после восьми этапов, по мнению жюри, и, по вашему мнению, уважаемые зрители шоу «Ледниковый период». Надо ехать. Сейчас побереги. А? Переаккуратничали, да? Боялись, что я разгонился специально, потому что приезжали. А. Нельзя ничего делать, да? А. Албена Денкова и Пётр Кислов. Оценки за технику. 6-0, 6-0, 5-9. 6-0, 6-0, средний балл 5,98. Оценки за артистизм. 6-0, 6-0, 6-0. 5-9, 6-0, средний балл 5,98. Общий балл 11,96. Ефим, что всё-таки повлияло на тебя, что ты вот не поставил максимум? Лёш, знаешь, как хорошо иметь собственное мнение, когда успеваешь посоветоваться с Татьяной Анатольевной? А. И я его выработал. Своё. Посоветовавшись с Татьяной Анатольевной. Ты понимаешь, в чём дело? Когда видишь людей в клоунских костюмах, ждёшь какой-то нелепицы. Вот этот номер, в котором я не могу оценивать техническую сторону, потому что она меня вполне устроила, как непрофессионала. А вот в части актёрства мне показалось, что чего-то недохватывает, если есть такой глагол в русском языке. Потому что какой-то нелепицы, какой-то ерунды такой, которая делает клоунский номер не только нежным, но ещё отчасти смешным, мне не хватило. Поэтому эту одну десятую я и недопоставил. Марина Всеславовна. Мне не показалось, что здесь нужны были какие-то более яркие проявления. Мне показалось, что как раз этой нежности и этой прозрачности и этого обаяния этого номера и лёгкости мне вполне хватило. Я лично, когда смотрела спектакль Полунина, я плакала весь спектакль. Поэтому мне совершенно не нужно было здесь хохотать до упаду. Мне кажется, что можно делать сложнейшие поддержки, и это будет прекрасно. А можно талантливо сидеть и талантливо смотреть друг на друга. И мне кажется, что у них были талантливые руки, талантливые ноги. И то, что вы показали, было для меня вполне талантливо и достаточно. Спасибо. Татьяна Анатольевна. Да, такой номер настоящая нежнятина. Вот. Новое слово нежнятина. Я единственное, что помню в технической оценке, потому что, знаешь, они могут разнообразнее ещё и больше использовать свои возможности хореографические для того, чтобы выразить эту музыку. И я тоже смотрела Полунина. И вот такое же состояние у меня было, как вот сейчас. Такой тихой-тихой грусти и одновременно радости. Спасибо вам большое. Алген, скажи, пожалуйста, ты не переживала, что, в принципе, можно где-то запутаться, споткнуться? У вас ещё вот на ногах такие тифлюшки интересные. Да, чехольчики достаточно большие. Но спасибо большое костюмерам, что они нам вчера костюмы привезли. Мы смогли это попробовать на тренировке и убедились, что всё очень комфортно. А я хотела сказать ещё пару слов. Я хотела сказать большое спасибо Илюше и Елене Станиславовне за то, что сделали этой образой очень чуткие, очень тонкие и очень-очень в стиле Полунина. Спасибо большое за номер. Спасибо. Спасибо. Пять судей говорят, что можете вы более разнообразно уже кататься. Можете? Мы постараемся. Спасибо большое за оценки. И мы постараемся соответствовать этим оценкам и постараемся быть лучше, расти и развиваться. Но тебе сегодня понравилось? Очень. И это главное. Спасибо.